Доброе утро, Игнатий Тихонович. Доброе утро, Игнатий Тихонович. Я вышел к вам с очередными вопросами. Так. Вот знаете, вот за эти несколько лет, там года три, много очень известных священников были либо лишены сана, либо запрещены в служении. И эти священники, многие из них выступали в интернете, в ютубе. То есть ввели какую-то деятельность, общение с людьми. И вот я хотел сказать, что правильно ли здесь делала Московская Патриархия в данном случае, о том, что их отлучает. Ну, отлучила, не отлучила, а извергла из сана. Решение это было вообще, ну, так надо было с ними поступать или не так. И вообще, кто из них прав, какая сторона. Сейчас уже прошло время, как бы, и видно, и может, можно было что-то по-другому сделать с каждой из сторон. Вот я знаю, что вы в жизни прошли по самой грани везде, но нигде не переходили ту грань, чтобы было какое-то, ну, к вам прещение такое серьезное. Вы там говорили про русский язык, вы всегда, и ваша община говорила о богослужении на русском языке, и вам архиерей запретил об этом говорить. И вы три года молчали. Три года вы сразу же подчинились архиерею правящему, молились. А через три года Бог так сделал, что этот архиерей приехал и сам стал вам говорить про русский язык, что его надо вводить на богослужение. То есть, Бог сделал это. Ну, имея все в виду это, вот хотел я у вас узнать. Вы, наверное, знаете вот этих священников, даже называть их сейчас не буду. И они сегодня тоже продолжают выступать, отвечать на вопросы. Ну, хотя я знаю, что им запрещено это делать. То есть, им запретили вообще в интернете вести проповедническую деятельность. Когда их отлучали, многих из них, им запретили это. Но они продолжают это делать. И вот вопрос, могут ли они продолжать? Правильно ли я делаю? Как запретили? И когда их запретили, то есть, правильно ли это было? И как надо было поступать? И вот общий спектр вопросов, полностью на них отвечайте, как вы хотите. Вопрос-то непростой. Дело в том, что рано или поздно наш разговор будет известен тем, кто умеет отлучать. И они что-то будут делать. Потому что дворки не перевелись, они будут из подворотни голос подавать. А другому никак. Вот как у старообрядцев. А им обязательно должен быть какой-то противник. Если никого нет, он за кого-то якобы заступается. Непрерывно. 360 лет. Ну, Песко подпишет там, Василий, который приезжал к ним туда, первый обнаружил Агапию, там Лыковых всех, Карповых, Карпа. И вот он говорит, я сказал, война была вот сейчас как. Он даже не знал, как война была. Петру проклятие, он с немцами якшался. Он говорит о Никоне, как будто он у него за стенкой живет. Это старообрядческий дух. А почему? Они попытки делали отомстить, как вот восстание Пугачева было. Это старообрядцы все, фактически это было. А дальше-то нигде нет. И поэтому внутреннее вот это клокотание идет. Они выродились всех тут причастников. Причастие. А батюшка ничего власти не имеет. Я тучу от причастия. То есть причастием игра. Это самая страшная игра на земле. В алтаре она идет. Я вот с этим сравниваю. Мы это в духе в полном. Точно такое же. И у новообрядцев, которых они называют никодьянами. С самого начала. Первое. Пока еще в подполье были, там еще как-то друг друга терпели. Ну вот, Константин, император, дал свободу. И первое, что они к императорам обратились, как мне известно, позволь, чтобы всех этих, которые ориане, забрали и посадили. Это не просто от церкви отлучить. Хотя они уже не в церкви были, потому что они образовали свое объединение религиозное. Это просили, получается, православное просили императора. Православное. Православное. Я православный, поэтому, ну, я никому не льстил никогда. Нигде. Бог меня сохранил от этой страшной беды. Не подделывался. И заискивающе в глаза не заглядывал, чтобы забегал вперед, а это одобряет или нет. Он меня может кормить, поить, но я ему скажу все, что нужно, потому что впереди я вижу судный день. Поэтому, может, Бог меня еще и терпит на земле. И вот такая самая штука. И это царь, император Константин, который крещение не принимал до самого смертного дня. И потом только крестили его. Да крестил-то при том еретик, а тут равно апостоль. Попутно я это все говорю. И он сказал, вот стол, садитесь и рассуждайте. Вот как. Все тюрьмы открыл, за веру взяты, за веру 70-е стея, 190 прим, выпускайте. Горбачев пришел к власти. Вот это самое было тогда. И они все время на это давили везде. Вот что такое сергианство, вы знаете, митрополит Сергий Строгородский, когда он сказал, ваши радости, наши радости, это главное было, советскую власть. И теперь, которые не подчинились, тихоновцы называли ИПЦ, истинно православная церковь, подпольная. Они любыми путями засылали хоть какую-то бабушку, узнай где там, и сразу докладывали власти. И ночью все арестовывали, арестовывали, все выхолощивали. Это верующие делали. А вот это на веру, на это есть одно каноническое правило, которое отлучает на 30 лет. И даже, и даже смертный сейчас не дают покаяния. Но это уже другая разговора. 30 лет. И они буквально все погрязли в этом. До времени, пока не пришел другой царь Кир и не открыл темницы все. Вот такая история. И поэтому говорить о сегодняшних, они сельянцы до мозга костей. Те, которые руководят, я знаю, кого отлучают, могу тоже называть, да это не следует. А они могут запретить. И законно или незаконно, надо подчиниться. Я вот сколько их знаю, ну, как мне известно, никто из них не покусился, будучи отлученным, со снятием сана, как растрига, чтобы он продолжал творить то, что священник может только совершать литургию, там где-то преподаваться в одежду. Ну, там есть такие люди, которые там на меня нападают, они перешли эту грань, но они везде только ищут, где кого-нибудь укусить, нагадить. Этих я людей знаю, ну, лично не встречался, но даже переписка была немножко. Это уже на суде Божьем будет. Что они имели? Во всяком случае, я буду ссылаться только на то, в чем их обвиняли. Если за ними были тайные грехи где-то, они бы должны им это выставить, но этого не было. А запретить о том, что они сейчас делают в интернете, этот запрет был на них до отлучения. Вот. Он имел смысл тогда. А теперь, когда он отлучен, он мирской человек, он вообще никакого отношения не имеет к его указам. И задним числом они ничего уже сделать не могут. Закон не играет с задним числом где-то. Если вот повесили, там кирпич ехать нельзя, а ты проезжал два дня назад, то тебя нельзя теперь этим кирпичом по голове бить. Можно только с того момента, когда забили последний гвоздь. Вот такая, брат, история. Я сам попадал в эту историю, это когда мы были у старообрядцев, и нас отлучали с Надеждой моей, с женой. Мы подчинились, мы. Обвинение было такое, что я увел к баптистам всю молодежь старообрядческую. Тогда на Авражной были они еще. Ну, это где-то 64-е, 65-е, там, вот эти годы. Ну, а что сделаешь? Священник отец Трофим был. В Новосибирске это было. Ну, он сказал, еще дальше-то никак нет. Мы ничего не знали. Ну, а потом, мы-то не знаем, что там за кулисами делается. А перед этим у меня была встреча с одним священником, Павел Морозов. Он был когда-то духовником, а у них тогда была архиепископия, а не митрополия. То есть высшее звание архиепископ. Один на всех старообрядцев. А теперь их несколько, главное один. Если патриархия, один патриарх. Если митрополия, один митрополит. Тогда была архиепископия. И он был, кажется, еще у архиепископа Иосифа духовником. И он много разъезжал со своей дочерью Машей. Близко знакома была моя надежда с ними. Он все приговаривал, что там девцы, сохранить себя. Надо вот так, такое в последнее время. Ну, в общем, ничего плохого-то не было. И будто бы он и проповеди даже говорил, но я не слышал. Ну, вот он приехал в Новосибирск, и меня пригласили. Я не отошел от темы, я по теме говорю. Ну, сказали, где у Андрея Педотовича Долгова, там, около авиационного завода. Ну, я туда сразу. Приехал. Ну, кому? Два священника стоят. У них надо в землю падать. Не просто руки, лодочки сложить, а в землю головой, на руки и колени до земли. Я вижу, раз вызвали они. Ну, я-то своего-то священника знаю. Ему поклонился отцу, тропин говорит, тут старший есть по званию. Он там, там, не просто так, а прото-прессмитер, допустим. Это он. А он рядом стоит. Я, болтых ему в ноги-то, очень благословитель. Встал и, а я вас не знаю, кто вы. Теперь меня куда? Этот, его к старшим отправляют, этот не знает. Так вот он батюшка наш стоит, а я еще с батюшкой, хорошие отношения. Он нас венчал с Надеждой Васильевной. И дальше разговор начался. А отец Трофим, я ничего не могу сделать. А что он сделает? То есть он пасан, он майор, а тот генерал-майор. Ясно делал, он молчит. А у того уже за пазухой лежит топор. Он сейчас будет со мной разделываться. И он начинает мне вопросы задавать. Я ему отвечаю. Ни о каком отключении речи нету. Просто спрашивают. Сейчас я до конца все вопросы могу не сказать. В давнем промежутке времени мне это не надо. Но получилась такая тема, во что я верю. И мне тут же, как только закончилась беседа, молодежь старобрядская стала, стали просить сразу дайте нам это, напишите это. Это было новинкой такое. Ну, я везде, где появляюсь, там новинка. Не потому, что я такой отчаянный, а то, что там была тьма. И даже одной спешкой щирнуть, уже свет разливается. Ну, все расстались, ничего больше не было. Маленько времени проходит из архиепископии Рогожское кладбище в Москве, Рогожский поселок. Отлучение на нас. Отлучение от чего? От причастия? Какое обвинение? Обвинение, что убили всю молодежь. А в молодежи было три человека и все женского пола. А учитывая, что одна уже моя, то остается две. Ну и ладно. Проходит какое-то время. Атецу Трофиму, видимо, дали сигнал, чтобы мы приехали в архиепископию. И мы туда приехали вдвоем. Нас встречает отец Иоанн. Он был, сейчас я могу, Сахаров, кажется. Вот. И обнял меня и говорит, вы хорошо сделали, что никуда не ушли. Они, видимо, переписывались с нашим священником и то другое. А обнаружилась ложь. обнаружилась. А обнаружилась ложь-то и ложь бы не обнаружилась. Они меня тронули. Тронул-то священник тот, который приезжал отец Павел-то. А если уж так разобраться, он не должен бы меня трогать, когда ничего не доказано было. А он написал. Написать-то написал. А он где-то еще говорил, да еще там что-то как-то. Да как-то было. Они его, видимо, прошло-то уже больше года. Что там было дальше от меня эта тьма? Я не знаю, совершенно не слышал. Но дело в том, что он стал обличать архиепископов. Я знаю, вы предатели. Вы властям все доказывали. Если это правда, то он герой. Но он перешагнул ту грань, где его могли терпеть. И теперь они все это бросили на него. Снять с него сан. А он по-прежнему продолжает ездить, говорить, запретить отпевать, даже умрет. Они больше ничего не могут сказать-то где-то. Ну, а нам-то ясно дело, теперь говорят, это отец Павел Морозов на вас наклепал. Но вы у никого и не уводили. Это дело-то не такое простое. У них там архитектурный институт кончил Евгений Бобков. А отец у него, Алексей, в архиепископии кто-ли служит или что-то. А этот стал священником. У него, кажется, девять сыновей и что-то такое. Вот чем он проставился. Ну, когда-то были у нас хорошие отношения, я все дело перепортил. На Пасху писал поздравительное, и то, которое ему послал, это я написал баптистам, а заложил. Ну, учитывая, что я 1200 каждый год посылал писем, ну, не трудно было, секретаря не было, ну, там ничего и не было, но он догадался, что это баптистам и назвал их братьями. И вот, когда нас уже здесь прилучили, дали нам бумагу такую, бумагу у меня на руках теперь, мы выходим от притворья от Евгения Бабков. Ему не надо было меня трогать. Отец Павел меня тронул, и такая беда, невиданная в старообряществе. Представьте себе, он такой знатный, духовник, сняли, запретили, а теперь отдельно образовалась группа Маша, а он умер. Никогда не покоряться. И вот от Евгения, а меня как-то его отец там оставлял на ночь даже при архипископии в библиотеке. Я там впервые с Брук Гаузеном в сети познакомился, раньше-то я книг не знал. А этот Евгений заходит и в притворье нас увидел, мы выходим уже с надеждой, радостные такие, все снято, оправдан, амнистия. А вы чего здесь делаете? Я говорю, мы же были здесь, отец Евгений, с нас все сняли. Как сняли? Ну стойте, никуда не ходите. Вот уже только еще тепленькая в руках бумага, уже ему никак. Он из себя, старобрядец. Нам обрязать, и те хотя бы знают вот этот, на ком регалии извинят, кому подчиниться. Ну мы стоим, ждем, он походил, походил, но видимо не походил. А там, ну кто дал-то нам бумагу-то? Там-то отец-то Ян-то, Сахаров-то. Ну и говорит, я думаю, он говорит, что ничего нет, он тогда вышел. Ладно, идите. Он подписал себе смертный приговор. Отец Павел подписал, этот подписал. А мы с ним, кажется, одногодки были. В дальнейшем он едет где-то, я не знаю, в Гомеле он служил или где, старобрядцы. И он-то сидит справа, а я не знаю, левое управление или как было. И между, вот дорога туда идет и сюда, а между ними, ну может быть, метров 10, там кустарник растет и прочее. И вдруг оттуда, по кустарнику, кустарник срывается через бордюр, перелетает, Татра идет, там 12 метров-то. А эта машина прям под нее влетела, а он с этой стороны сидит, мгновенная смерть. Евгения нет. И мне прислали план, потом, друзья, как это было, как он ехал и все. Как только он на нас кинулся, сразу Бог отнял его жизни. Я не могу это не увязывать, потому что подряд два случая, и оба кончились одинаково. И поэтому нас-то прилучили и в таком состоянии мы и уехали. Тут же готовились уехать в Барнаул, поближе к дому. И получилось так, что старобрядцы все это запомнили. И теперь на меня будут всякие клеветы идти. А мы пришли здесь в Новобрядческую, и Семен, отец Семен Титов был, батюшка, и я на исповеди ему сказал, батюшка, вот старобрядцы, говорят, они нас теперь опять отлучили, якобы, такую молву распускают. Я там никогда не был, а у них в Барнауле есть. Они еще большой храм не строили, она партизанская у них была, частный домик. Он говорит, да какое отношение к вам иметь? Да я говорю, никакое. Как к трубе печной, которую я делал, они не имеют отношения, так они ко мне. Ну и все на этом заглохло. И когда я ужал в Америку, я не знаю зачем, что-то было у меня такое, я к ним туда приехал. Видимо, вот это меня как-то тревожило, что эта молва распространяется по всем у них, где приходы есть. Они меня увидели, я так и понял, что они очень хотели, чтобы я к ним вернулся. Они уже слышали там в моих проповедях и прочее. Я говорю, мы не можем разговаривать, пока вы не покажете, за что меня там отлучили опять. А кто вам сказал? Я говорю, ну сказали, везде молва-то идет, передают. Ну они сразу же бросились, там Антонов был, кажется. И вот они стали искать, проходит какое-то время, а мы тут беседуем, а они со мной это беседуют, они меня пытают. Они приходят и говорят, ничего нигде нету. В личных делах бухгалтерия ничего не показала. А они мне задали контрольный выстрел в голову. Как вы считаете, при счастье, которое униканья, оно действительно или нет? Не отвечать я не мог. Ответить, что нет, у меня и в мыслях никогда этого не было. Никогда. Я всегда признавал московскую патриархию благодатной, независимо от того, на какой даче они живут, чем заведуют, какие лайнеры, какие у них самолеты. Я говорю, да, я признаю. А крестное знамение так, я говорю, считаю равно неверными ни это, ни это. Везде элемент ереси. Архиепископ там кто был. Да ко чем мы тогда с ним разговариваем? Они до этого меня еще сватали. Когда пригласили, кажется, здесь, приехали, два епископа было, но они ко мне. И все, что полное подчинение местному батюшке Никола Думнов. Я говорю, как во всем? Если они во всем в домашних делах, а в религиозных, то если он не так будет говорить, я им не могу подчиниться-то. А с чем тогда с ним разговаривать? То же самое. Ну и я уехал в Америку. Больше у меня встреч с ним не было. Но вот когда у нас был уже Евтихий Курочкин, епископ, и наложил вот то, что вы сказали, эпитемию на три года, он сказал, три года, чтобы о русском языке ни слова. Он пригрозил отца Акима запретить, а меня отпущить. И мы сразу все подчинились. Ну меня что, я тогда еще щитесом не был, что подчинять это? А я стою всегда в коридоре, у меня никак не отразилось. Но я сразу сказал, я вел занятия в этом университетах, в школах, в милиции, в воинских частях, три радиопрограммы регулярно, не один раз там какой-то выйдет, я вижу там некоторые, каждую неделю телевидение, радио. Тут он мне не хозяин. И он ни разу туда не сунулся. Не так, как было с одним тут протодиаконом. Они не только кусок отобрали, выбросили его. И то, что в МГО преподает, и там постарались достать. А там стительность идет одинаково везде. Они не думают, что завтра придется за это отвечать. И вот теперь я перехожу со знанием дела, потому что это колесница по мне когда-то проехала. Что это означает отлучение? В первую очередь, не о них я говорю, я говорю о себе. Я заранее всем сказал, какое бы решение ни приняли, когда вот акт был о каноническом общении зарубежной церкви с московской патриархатом. Мы подчинимся. Об объединении речи никакой не было. Будем молиться. А нам легко было молиться, потому что они не признавали ее благодатной, а мы признавали с принятием акта мы ничего не теряли, не приобретали. Видишь, мы опережали события. И теперь вот, а вот сейчас если отлучат вас за что-нибудь, ну что отлучат, отлучат, отлучат. Церкви о проповеди не буду говорить, как миссионер стал, так и буду. Тут они, и они никогда на это не покушали снова обряться. А те покушаются, там нельзя. И вот эти тоже. Они вот этим, которые здесь отлучены, я знаю, что когда они уже отлучены, они их, за ними, если они против них будут воевать, против них, тут они еще за поношение, то другой могут хлопнуть, еще ниже опустить, запретить, отлучить от церкви, уже не причащать его. То есть тут они могут еще, а просто добрые не говорить по эпиуру, они не имеют права, и подчиняться им нельзя в этом. Но тут уж они должны смотреть за собой, чтобы полслова шепотом не сказать про патриархийных руководителей. Нигде и никак. Ну, тут просто надо соображать, как вот этот Сергий Романов, который, Николай Романов, среднеуральский какой-то там монастырь этот был, где он сейчас сидит где-то. Я же говорил, все можно было переправить. Архиерей хорошо относился, тоже Кириллом звать, и можно было миссионерских отделов создать не менее трехсот в течение года. Они меня не послушали. И никто бы не выпиливал эти двери, и все эти люди у них были бы там, никого не выгоняли, его не сажали. Они в этом вопросе проиграли полностью по всем статьям. Меня никто о этом не слышал. А вот вы бы были там, допустим, все, что есть на его месте, мой дух. Ну, моя душа бы как бы в том теле. Вот я как делал, так и делал бы. Даже сказал, я незаконно рукоположен, официально снимитесь меня сам, чтобы все знали, что я не игумен, не священник. Чтобы официально было. Я его складываю, но вы утвердите это официально. Я это понял, теперь канон мне показали. Вот как бы я разговаривал. И вы, владыка, мне разрешите здесь, это при монастыре жить, как люди тут живут, где там же есть где-то. Я устал, замыкаю, здесь нет. Но проповедовать в миру я буду. И дальше. Он опять же пришел под благословение, которое монашеские там женщины, все бы утвердило в патриархии. Это я знаю, когда тут обратились через меня ИПХ подпольщики, тихоновцы. Пришли. Я пошел к настоятелю, к архиерею. Архиепископ был Гедеон Докукин. И всех утвердили. Потом стала одна даже настаятельность монастыря Шишкина Раиса стала там Ксенией с какими-то переходами с Хиархи, с Хиегуменей или что. То есть, что надо было делать? Запреты на проповедь где-то никто не может наложить. Для слова Божия нет уз. Я поэтому абсолютно решительно говорю, которых отлучили где-то, продолжайте работать в этом сане. они не... Ну, тебя будут называть отец, это их дело. Если ты их родил, то да, ты для них отец. Если не родил, а только по званию, ну, по повскому-то. Какой он есть, годный, негодный, отец, отец, отец. Им скажите, больше меня отцом не называйте. Под благословение не подходите. Я... Расстригли меня, я простой мирянин, но я христианин. И вижу, что это бремя с меня Бог снял. У меня время больше теперь проповедовать. При мне, патриарха, не трогайте. Самый, где-то там, я вас в этом вопросе не благословляю, не знаю, и моего благословения никогда не было на это. И так договорились. Я бы ставил, все точки поставил. И они бы меня не тронули, даже если вот в этом состоянии, которое сейчас уже отлученное. Отлученное до смерти. Туда бы уже никак не лез. Образовал бы школы, проповедь, занятия, постройку, как эти, свидетели сторожевой башни, там где-то зал царствия, что было где собираться. С разрешения архиерея, с благословения, подконтроль на его. И теперь я вспомнился только о Христе. Не трогать ни одного патриархийного. Ну, мы к ним не относимся, ко мне власти никакой нету. Да я ничего и не говорю. Вообще. Мы молимся ежедневно за патриарха Кирилла, за всех, которые знаем, за Тихона Шевкунова, за Илариона Алфеева. Мы слух молимся. Изо всех священников, кого знаем. И поэтому отлучения я не знаю, не говорю. Законно, незаконно, но его можно было избежать. Я вот о чем могу сказать. Можно было. Когда 23 мая, четыре года наступило, мы сразу включили русский язык. Притом мы просили не богослужения на русском языке, у нас на церковно-славянском, а только все считаемое библейское. Библейское. Это по Риме, Псалтырь, Евангелие, Апостола. Все, что из Библии, в корочки Библии входит, произносить только по-русски. И три года мы молчали. По-славянски, очевидно, теперь даже не могу сказать. Три года прошло, помню, 23 мая. Мы сразу же это включили. И теперь, когда приезжает к нам митрополит алтайский, Сергий Ибанников, и диаконы с ним, священники, считают все это по-русски. Притом, мы даже не просили, а только сказали. И они ни разу на это не посягнули, чтобы не надо. Но остальное так. У нас считается символ веры в Духа, Святаго, Господа истинного. И они считают. И поминают Патриарха, потом поминают Капрала Илариона зарубежной церкви, потому что мы две общины, которые с места не изминулись. Что они там говорят? В списках нас нету, мы в списках у Бога. А эти ваши списки нужны Путину были. Вот весь ответ по этому вопросу. Если они по радио выступают, я сейчас за ними смотрю. Но не всегда. И вот мне очень не нравится, что они употребляют слово проблема. Это не мелочь. Не проблема. Его надо заменить на два слова. Нерешенный вопрос. Как у меня это принято. Я не всех их смотрел. Ну, кое-что смотрел. Могу пересчитать там на одной руке, которых я знаю. Я не согласен с ними. А они проповедуют неживое слово Божие. Один долго говорит, другой короче, небольшими, потом вдруг длинное. Но не в этом дело. Ни разу не назовет место Писания нигде. Людям нужно прямо брать Библию и считать. Я, смотрите, вот я, когда выступаю сейчас, ну, учитывая, что плохо вижу, плохо слышу, зубов мало шепеляблю, поэтому у меня человек стоит в Библии, а у меня написано, что он считает, закладки я заранее закладываю. Вы видели, как сейчас у меня идет. Это у меня, ну, год, может, как стало так. Я все время людям повторяю. Видите, вы можете мне не доверять даже, можете, не зная Библии, правильно я говорю или нет. А теперь, что главное, вот он считает, щет, в руках у него Библия. Проверяйте каждый раз, смотрите. То есть, у меня стопроцентное алиби, что не имеют права никто сомневаться, что считаемое в Библии написано в святой. То есть, я не хотел этого, у меня Господь вот этот угол, как бы, послал моим, ну, образом жизни. Ну, не слышу, не вижу, что я буду делать. А теперь видит и слышит человек. И поэтому, если, ну, где-то я услышал однажды, когда батюшка тут был, и я проповедовал. Я не знаю, что-то какое-то такое, что вроде я долго проповедую. Долго. При архиереи было, батюшка вышел, ну, покороче маленько. И при батюшке, мне достаточно этого. При батюшке я перестал проповедать вообще. Только бывает иногда престольный праздник, и там совсем мало сказали. Ну, тогда я подхожу ко кресту, и батюшке говорю, надо проповедь сказать будет. Ну, смотри. То есть, я не запрещенный, не отлученный. И мне никто не запрещал проповедовать. Но я сразу, тогда у меня было каждую субботу и каждое воскресенье по две проповеди на Баклужене. По две. Сохранилось. Немного проповедей, 1300 с чем-то. А их, может быть, было сказано несколько тысяч. Я не записывал, уговорил, а потом стали на магнитопон, а с магнитопона теперь перепечатали. Вот как обстоит обстановка. Я, меня спрашивают, а я это знаю. Если вот коснулось о пытках, которые там, ну, человек, который там не был, он рассуждает, а который вышел неверующий, он говорит неправду. Я говорю правду абсолютную. Я это видел. Я видел, как убили там Женю Маликова. Ну, не видел глазами, но утром уже вещи, там ходили гуляли, а утром уже мертвый был. Я знаю, кто убил, а Малик там, у меня все это сказано было в прошлый раз. Поэтому то, что я говорил о пытках, какие они, вот то, что с черенком там лезли, неподобное место, категористки против. А остальное, а как тогда обузывать людей, которых дали? И те, кто сейчас там разные заходят, там эта женщина, говорит даже некому, тебя к ним отправить, и все ты поймешь, за кого заступаешься. Уголовники, гомосексуалисты, и их, по всем признакам, они должны быть расстреляны. Даже спрашивать не надо. Ну, вот, меморандум подписал Ельцин по пьянке, а теперь его нет. А вы за? Я против. Ну, я говорю то, что оно было, а сейчас нет. И они выходят? До дома не дошел, опять изнасиловал мальчика. Пожизненное. Ну, если хорошо, через 25 лет выпускать. Да где оно пожизненное-то? Все везде ложь. А что делать? Ну, определено, закон существует, по закону. А закон гласит, что начальник тюрьмы обязан, чтобы смуты не было. А как с ним разговаривать? Их разделяют там, и наручники надевают, и... Ну, они должны их усмирить. Я это не знаю, это во всем мире так было. Ты посмотри, что делается в других странах. Там электрические стулы, и казни подвешивают, и... Я уж не говорю про мусульманские страны, там строгая дисциплина. А здесь так. Ему ничего нету. На Татаре едет, а здесь автобус сейчас у нас российская газета, путинская газета, учредитель газеты российского правительства. Автобус едет, и он в него врезался. 20 трупов сразу. 20. А он живой остался. Ну, два и больше. Два или 20 разницы нет, никакой. А в Америке так, вот ему суд присудил, два пожизненных срока и 240 лет. Но он не может два пожизненных, согласно закона, накладывается на день на день, а тут берут большую статью. А если меньшая, она в счет не берется. А я просто знаю это. Это абсолютно неправильно. Так и здесь. Если священники это получили, нигде не посягать на дела священнические. Нигде и никак и повода не давать. И запретить себя называть отцами. Нежелательно, очень нежелательно. Закон и незакон это вам, я ради вас. Я могу каждого называть отцами и как угодно, но вам это не на пользу будет. Тайна, когда я пишу, я на ушко скажу, отец такой-то. Ну, я просто привык к этому. Чтить его сам. А надо быть осторожным, не давать повода, ищущим повода. Вот мои слова не понравятся, может быть, им, но я не искал их одобрения. Я говорю, как бы поступил я будущий священником. Ну, я не священник, а меня отлучали. А теперь вот были угрозы, но они еще не... А теперь я никому не подотчетен. Ни патриархии, никто меня не может отлучить, потому что мы там не числились, или там нет. Они нас сказали, полная, стопроцентная свобода. Бог только так делает. Мы никуда не уходили, не убегали. Если пастырь убежал, то пастырь не виноватая видит волка грядущего в КГБ в погонах и бежит, оставляет пасту. Да еще радуется, что их принял он там. Ну, вот и все по этому вопросу. Ну, спаси Христос, все понятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok